МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В каждом микрорайоне будут установлены информационные стенды. Они будут форматом А4 на 800. Борьба с нарушителями областного законодательства. Сводка криминальных новостей за неделю. Веселые старты для детей на полимере. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 12 октября депутаты собрались на внеочередную сессию. На повестке было всего три вопроса. Подробности в нашем первом сюжете. Первым вопросом депутаты обсуждали передачу в государственную собственность Смоленской области полигона по захоронению твердых бытовых отходов, на который вывозят мусор от жилых домов в Десногорске. С 1 января 2017 года утилизацией бытовых отходов будет заниматься региональный оператор. Вторым вопросом депутаты утвердили новую структуру администрации города. Теперь с 1 января 2017 года будут объединены Комитет по культуре и молодежной политике и Комитет по спорту и туризму. Третьим вопросом было утверждено ходитайство о награждении благодарственным письмом Десногорского городского совета музыкального руководителя детского сада «Дюймовочка» Самойленко Елену. Решения вступят в силу с момента опубликования в газете «Десна». В областном центре продолжает свою работу международный бизнес-форум «Рывок-2016». В программе второго дня приняли участие бизнесмены из Латвийской Республики. Предприниматели из Прибалтики привезли с собой множество бизнес-идей, нацеленных на сотрудничество со смоленскими коллегами. После общения участники форума пришли к выводу, что у российско-латвийского делового сотрудничества хорошие перспективы. Переговоры выявили заинтересованность сторон в организации совместных проектов в сфере IT-технологий, грузоперевозок и торговли древесиной. В Смоленской физакадемии чествовали своих студентов, которые приняли участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. С успехом спортсменов поздравил губернатор Алексей Островский. На встречу с руководителем региона приехали те, кто еще продолжает учебу в Смоленске. Алексей Владимирович поздравил ребят и девушек с наградами, а также отметил заслуги самой академии, которая стала лучшим вузом страны по итогам универсиады. 11 октября состоялось очередное заседание административной комиссии. Какие статьи областного законодательства нарушили жители в этот раз и какие решения приняты членами комиссии, смотрите в нашем сюжете. На рассмотрение комиссии было представлено 8 протоколов. 4 из них за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Статья 27 областного закона. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысячи рублей. По решению комиссии одного человека предупредили, что, кстати, тоже является административным взысканием, на двух граждан наложен минимальный штраф в размере 1 тысячи рублей. Еще одному десногорцу придется оплатить 2 тысячи рублей, так как он повторно нарушил 27-ю статью областного законодательства. Также рассмотрено 4 протокола за нарушение правил благоустройства ст. 17.4 областного закона. Нарушение запретов, установленных утвержденными органами места самоуправления, правил благоустройства территории городского округа влечет наложение штрафа на граждан в размере 1 до 3 тысяч до 5 тысяч рублей. На двух граждан наложен минимальный штраф в размере 3 тысяч рублей. А рассмотрение еще двух протоколов по заявлению граждан перенесено на следующее заседание административной комиссии, которое состоится 25 октября. А сейчас блок криминальных новостей. Полиция предупреждает о случаях обнаружения поддельных денежных купюр. В Смоленске при пересчете денег в расчетно-кассовом центре были обнаружены и изъяты три поддельные денежные купюры – 2000 и 1500 банкноты, которые поступили из розничных торговых точек. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы быть предельно внимательными и проверять денежные купюры на специальном оборудовании, а при обнаружении фальшивой банкноты обращаться в полицию. Смоленин снимал квартиры посуточно и обворовывал их. Такой необычный способ заработка придумал 23-летний юноша. Он снимал посуточно квартиры и похищал из них ценные вещи или технику. В полицию обратилась хозяйка одной из квартир. Воришка был пойман и доставлен в отделение за кражу чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. О криминальной обстановке на минувшей неделе в нашем городе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 104 сообщения о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 138 административных правонарушений. Из них нарушений правил дорожного движения 105. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек. Ранее мы вам сообщили, что новым начальником регионального управления МВД назначен генерал-майор Василий Салютин. Личному составу его представил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. Успехов в работе Василию Викторовичу пожелал губернатор области Алексей Островский. 15 октября в Рословле в одно время сгорели сразу 4 машины. Пользователи социальных сетей пишут, что выгорели Рено, Киа, ВАЗ-2114 и Форд. Огнеборцы из пожарной спасательной части номер 13 ликвидировали возгорание. Причины произошедшего устанавливаются. За 9 месяцев текущего года пожарными из огня спасено 95 человек. По данным Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области, на 1 октября этого года на территории Смоленской области зарегистрировано 746 пожаров. В огне погиб 71 человек, среди которых двое детей. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 52 человека. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных подразделений было спасено материальных ценностей на сумму более 72 миллионов рублей. Уважаемые смоляне, берегите свое жилище и имущество от пожара. В нашем городе очень любят спорт и привлекать к нему начинают с самого маленького возраста. Так в спортивном зале ООО «Полимер» прошли веселые старты для первоклассников 4-й школы. Подробности смотрите далее. Еще 1 сентября Амир Волков, как представитель ветеранской организации города, предложил провести спортивные мероприятия для ребят из первых классов. Педагоги, родители и дети с удовольствием приняли это приглашение. Спорт сближает. И поскольку первый класс, мы, конечно же, решили провести это совместно с первым А-классом. Поучаствовать, посоревноваться, чтобы родители ближе познакомились, чтобы детям было проще общаться на переменах вообще в школе. Мы с удовольствием все сразу согласились, решили, что мы будем участвовать. Кто смог, те все пришли, потому что для наших детей это отличная возможность. А вместе увидеться не только на занятиях, но и в неурочное время сплотиться, потому что они еще не так хорошо знакомы между собой. И мы с родителями познакомиться, влиться друг к другу, узнать, не всегда видимся. Поэтому отличная возможность. Мы очень благодарны всем организаторам. Веселые эстафеты не могли оставить ребят равнодушными. Они с азартом и восторгом исполняли все, что требовалось для победы. А родители поддерживали и помогали, как могли. Ну это всегда интересно. А дух командный, потому что, скажем так, хотелось бы и детей завести маленько. Они сейчас начинают это все понимать командно, интересно, когда они в одном направлении решения своих каких-то задач. В общем-то, ну и, наверное, может, это наша задача родительская. Конечно, ребята еще маленькие и не такие ловкие, но старания им было не занимать. Кто-то с удовольствием катался на самокате, вспоминая прошедшее лето. А кто-то веселился от конкурса в импровизированных мешках. Самый яркий на эмоции был, пожалуй, конкурс перетягивания каната. Мне понравилось перетягивать канат и на самокатах ездить. Ну, я люблю самокаты, давно очень не каталась, а веревку я еще никогда не тянула. Мне на самокате, потому что я люблю кататься на самокате, на велосипеде и на роликах. Мне понравилось бегать в мешках. А мне больше всего понравилось на самокате. Потому что у меня дома есть самокат, и я всегда на нем катаюсь, только летом. В итоге победила дружба. Все ребята получили грамоты, медальки и сладкие призы. Организаторы остались очень довольны результатами проведенного мероприятия и в дальнейшем с удовольствием встретятся с первоклассниками еще не раз. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneydehistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова